Упрощённая система налогообложения в Беларуси – это специальная схема, характеризующаяся относительной лёгкостью выплаты отчислений фонд государства. Согласно новым правилам, с 2023 года её уже не вправе применять индивидуальные предприниматели и нотариусы. Также из состава плательщиков налога при упрощённой системе налогообложения исключены организации, филиалы которых состоят на учёте в налоговых органах, имеют отдельный расчётный счёт и самостоятельно составляют налоговую отчётность. Также не вправе применять упрощённую систему налогообложения организации, которые получают от других лиц наличные либо безналичные денежные средства, не составляющие их валовую выручку и не являющиеся суммами, поименованными в пунктах 2 и 6 статьи 328 и пункте 4 статьи 174 Налогового кодекса. При этом право на применение упрощённой системы налогообложения сохранится, если организация отразит в своей учётной политике решение о признании чужих денежных средств вне реализационными доходами с последующим налогообложением их в составе валовой выручки. Данная норма касается, в частности, плательщиков организаций, применяющих упрощённую систему налогообложения и осуществляющих деятельность по договорам комиссии, поручения и иным аналогичным договорам. Что касается организаций, для которых упрощённая система налогообложения по-прежнему доступна, к ним относятся те, в которых численность работников в среднем за первые 9 месяцев 2022 года не превысила 50 человек. Оваловая выручка за это время составила не более 1 млн 612 500 белорусских рублей. Организации, зарегистрированные в текущем году, вправе применять упрощённую систему налогообложения с момента регистрации, если списочная численность работников составляет не более 50 человек. В то же время организация обязана прекратить применение упрощённой системы налогообложения с месяца, следующего за отчётным периодом, в котором валовая выручка превысила 2 млн 150 тысяч рублей. Либо численность её работников в среднем с начала года по отчётный период включительно превысила 50 человек.